Я часто слышу, что поверхностями работать в автокаде неудобно и это ненужный инструмент, достаточно солидов. Но в своем курсе об автокаде 3D, который сейчас активно продается, я доказываю обратное, что с помощью плоскостей можно создавать очень сложные объекты и они намного лучше работают. То есть работы с плоскостями тормозов гораздо меньше, особенно со сложными поверхностями. Но как с ними работать? Дело в том, что поверхности это отдельные элементы, как правило. И, допустим, если вы создадите даже простой объект, допустим, из этих отрезков, плюс дуга, выдавите с помощью инструмента, вытянуть, допустим, солид, то вы будете работать с одним элементом. То есть вы будете редактировать и у вас будет редактироваться один элемент. С поверхностями это будет куча разных элементов. Как быть с этой, скажем так, проблемой может быть? На самом деле все очень просто. Я сейчас выделю цветом отдельно свои отрезки и дугу, для того, чтобы мы могли видеть, где отрезок, где поверхность. С помощью обычного инструмента «Выдавить» на вкладке «Главное» я создам из отрезка одну свою первую поверхность. И покажу вам, что если вы редактируете отрезок, то у вас редактируется и поверхность. То есть поверхности они ассоциативны. Те, кто смотрел урок про поверхности, наверняка это знают. Но как быть, когда у вас несколько поверхностей вместе с отрезками, с полилиниями и так далее. Да, их можно редактировать вместе, выделять вместе, но работать с ними не так удобно. На самом деле есть отличный способ, как улучшить эту работу даже по сравнению с обычными солидами. А именно добавить параметризацию для наших с вами объектов. Для примера ассоциативности я переведу отрезки полилинии, хотя это не принципиально. На самом деле это будет работать как с полилиниями, так и с отрезками. А именно для чего я перевел полилинии, чтобы показать вам, что добавляя новые вершины, преобразовывая какие-то части в дуги, удаляя вершины, вы сможете легко получить такого же типа поверхность. На самом деле в солидах такого не сделать. Поэтому работая с поверхностями, вы можете получить гораздо больше полезных элементов. Для начала мы во вкладке параметризация соединим отдельные элементы в один объект. Это я делаю специально для того, чтобы показать, что не принципиально это будет полилиния, либо это будет отрезок. Вы можете отдельные элементы соединить, как будто это цельная полилиния. Плюс добавить какие-то параметрические данные. Допустим, что эти углы у нас с вами будут всегда пермакулярны, а вот эти допустим параллельны. Но это, конечно, избыточная параметризация, и автокад нам скажет, что это ошибка. И просто показывает пример, что вы можете задавать любые параметрические данные для вашей основы, после чего легко ее редактировать. Как вы видите, получается очень даже неплохо. Даже с следом так вам сделать не удастся. Поэтому мы теперь с вами сможем к этой параметрической основе добавить поверхности. То есть, помочь инструментам выдавить, создать поверхности. Теперь, естественно, при редактировании вы будете редактировать не только основу, но и ваши поверхности. Даже если они изменены. То есть, допустим, я сделал на дуге специально конусное значение. Как видите, все работает. То есть, вы меняете основу, и у вас меняются поверхности. Есть один недостаток. Дело в том, что запараметризировать в 3D основу будет нельзя. То есть, если я сейчас сделаю в одной плоскости, добавлю элемент. Для этого я скрою наши поверхности, чтобы они нас не отвлекали. И добавлю, допустим, вот здесь отрезок. Покрашу в отдельный цвет синий. И добавлю ему параметрические данные. Тоже соединю с остальными элементами. Чтобы он был вместе с ними. Так, теперь, редактируя элементы, редактируется и дополнительный отрезок. То есть, даже в замкнутой пульлинии вы такого сделать не сможете. Сильно усложнить схему. Но, если бы этот отрезок находился не в этой системе координат, в другой поиска, вам бы автокад этого дать не смог. Поэтому, данная схема работает только для основания. Покажу я вам это путем тем, что нарисую сверху один отрезок, который будет находиться выше. Также покрашу его в синий. И попробую дать ему какие-нибудь параметрические данные. Но перед этим я его с помощью инструмента LOFT соединю с другим синим своим отрезком. Получив вот такую сложную фигуру. Если я буду редактировать мое основание, то вся система поверхности будет редактироваться, кроме того верхнего отрезка, который мы добавили. Потому что на нем нет параметризации. И назначить ее будет невозможно. Придется редактировать вручную. Но зато у вас может появиться очень сложная 3D модель. Я скрою все ненужные мне поверхности. И добавлю, попытаюсь добавить параметризацию. Допустим параллельность. Мне автокад говорит, что этот объект находится не в одной плоскости. Или попытаюсь что-нибудь соединить. То есть любые значения будут отклонены. Даже если я нарисую сейчас вертикальный отрезок. Который будет соединяться с основанием. То все равно ПСК основанием не совпадает с ПСК вертикального отрезка. И автокад вам не разрешит это сделать. Если вы не знаете, что такое ПСК. Я вам советую посмотреть мой урок об ПСК. Который вышел недавно. И посвящен очень серьезно этому вопросу. Теперь, как видите, я даже со скрытыми поверхностями отредактировал основание. И выключу скрытие. Как видите, все отредактировалось. Кроме, естественно, нашего верха. Потому что он никак не связан с остальной моделью. Это, конечно, минус. Но вы должны просто про это знать и учитывать. Теперь я вам покажу, что поверхности на самом деле в какой-то степени более полезны, чем солиды. Дело в том, что даже делая обрезку, к примеру, поверхности ассоциативны. То есть, если я буду менять объекты поверхностей, то обрезка будет меняться автоматически. Если даже автокад ее на какое-то время потеряет, а потом она восстановится, то есть будет возможность ее восстановить, то автокад будет снова обрезать. Это очень удобно. Итак, как видите, я меняю основание. Меняются все элементы, в том числе и подрезка. Кроме верхнего отрезка, который никак ни с чем не связан. На этом все. Используйте правильные возможности автокада. Смотрите наши новые уроки в дальнейшем.